Песня о Теснею, утешителю души и стены, Иже везде сли, и вся исполняя Сокровища благих, и жизни подателю Гляди все писяны, и очистены от всяких скрены, И спаси, Боже, души наши. Просим, сестра. Господи, благослови нас провести это занятие, благослови, чтобы мы, изучая Слово Твое, все внимали в сердце свое для научения, наставления, для исполнения заповедей Твоих. Тебе за все слава, хвала, чести, поклонения, Отец и Святой Дух. Аминь. Так, у нас сегодня 23-е, 26-е, вот это и от Солоджини. 26-е марта, все у нас тает, тепло пришло, и понятно, что скоро Пасха, пятая неделя поста, Марья Настояние, самое продолжительное моление, такое самое утомительное, будем говорить, продолжительное. Да, и к нему сейчас Господь, наверное, нас как-то подведет, я вот не знаю как, но Господь всегда подводит, когда такие вот памятные даты для нас с вами. И вот Евангелие, да, Евангелие от Иоанна, мы продолжаем, 44-го стиха, 7-й главы. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Толкование. Более умеренные в злобе противились славе Христовой только на словах, а более бесстыдные хотели и руки наложить. Однако же божественная сила невидимо удержала их. Посмотрим, что отвечают фарисеям служители, посланные за тем, чтобы привезти его для суда, ну, для судилища, вернее. Они очень благоразумны. Фарисеи считали себя мудрыми, читали Писание и чудеса видели. Но восстают против Господа, и как разбойники, спрашивают, от чего вы не привели его? А служители убедились одним учением без знамений. Так они были удобно преклонны к добру. А что они пленились не знамениями, а одним учением, что важнее, это видно из следующего. Они сказали, никогда человек не чудодействовал так, но, говорят, не говорил так. Так они были готовы и быстры к принятию слова спасения. Но нужно удивляться не одному только благоразумию их, но и смелости. Они не робеют пред яростью фарисеев, не унижаются, как служители, и не говорят в угоду своим начальникам, но свидетельствуют об истине. Им должно подражать и должны подражать все, состоящие под властью начальников, и не слушать их, когда они приказывают что-либо несправедливое, как случилось и при Сауле. Он, вопреки закону, приказывал умертвить священников Божьих, но предстоящие не послушались и не сделали по его воле. Первое. Сейчас откроем. Первое царство. Я могу прочитать? Уже открыла? Давай. Сказал царь телохранителям стоявшим при нем, вступайте и умертвите священников Господних, ибо и их рука с Давидом. И они знали, что он убежал, и не открыли мне. Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников Господних. Так, ну вот мы прошли это местописание, тут три стиха всего, 44 по 46, но они такие объемкие, что надо бы еще повторить, но будем повторять с вопросами. Только я буду вопросы обращать к сленам кружка нашего. Нужно будет... Давайте. У тебя есть вопросы? Ты можешь... Пока нет. Пока нету. Давайте вопрос, вот такой у меня вопрос. Глядите. «Более умеренные в злобе противились славе Христовой, только на словах, а более бесстыдные хотели руки наложить». И вот, то есть, различие этих людей, которые хотели на него наложить руки, и которые просто словами его противились славе Христовой. Ну, то есть, ну, уничижали, надо полагать. Это все иудеи. Что разнит их между собой? Что такое наложить руки в то время было на человека? Наверное, арестовать его. Арестовать. А вот после ареста, они бы Христа убили, вот сейчас, или бы все-таки как-то в темницу отправили, вот в этот момент именно? Что бы произошло? Как вы думаете, судя по тому, что мы сейчас проходим? Как вы думаете? То есть, Христа должны были однозначно отдать на убиение на крест, правильно? А вот в этот именно момент, они бы отдали его на крест, или все-таки последовало бы какое-то рассмотрение, и там, ну, затянули бы это дело, и в конечном итоге просто бы Христа арестовали, как в темницу посадили там, или что? То есть, ну, я думаю, они могли рассматривать обстановку среди людей, потому что надо бы учитывать было и мнение людей, чтобы не было возмущения в народе, потому что если бы люди были к нему расположены, а они бы его взяли, то народ бы мог не понять это, и вот это как раз ситуация могла их бы острее остановить, поэтому если уж говорить о том, что его бы задержали, то, наверное, бы просто задержали, а потом бы уже рассматривали, как народ отреагировали. Если народ бы спокойно принял это, то могли бы события развиваться и далее. А если бы народ начал возмущаться, ну, скажи, ну, ладно, мы вас отпустили. Ну, то есть, я вот к чему говорю, вы понимаете, о чем я говорю? То есть, ответ такой, что могли бы просто задержать. Да, могли бы. А Христос время, он говорит, вот теперь ваше время и власть тьмы. Тьмы, то есть, это сатаны власти. Сатана до конца распорядился бы Христом только на умершление. А Господь, как сказал, не ваше время еще сейчас, не ваше время, отвечает он им. Почему? Не было еще проповеди до конца нужной Христу. Да? Ну, как я вижу, что им нужно было, чтобы он замолчал, потому что он им конкуренцию составлял, скажем. Он народ уже от них отворачивал, да, а к себе привлекал. Им нужно было его удалить, спрятать, потом уже, ну, как бы вот... Любым способом. Да, любым способом его изъять с народа, чтобы он молчал, чтобы ничего не говорить. Вот еще момент такой, я рассуждал на эту тему. Господь, ну, это я и в толковании читал, о том, что Господь, Господа хотели взять, но Господь не допускал этого. То есть, было не время. То есть, он просто не допускал. Хотели свернуть его с горы, но я так понимаю, это хотели скинуть его, да? Ну, конечно. Умертвить уже. Не свернуть. А он прошел мимо них. А почему именно в этот момент? Там много людей. Он один. По всем вот законам, вот если физической силы, да, если бы это был не Господь. И большинство людей, которые были против него, они могли бы схватить. Если учитывать количество людей, мышечную массу и силу, они могли бы одного человека схватить. Но Господь каким-то образом берет и проходит. Через это, я вижу, что это божественная сила, которая не допускает до смерти. Здесь я вижу подобную ситуацию. А вот в момент, когда необходимо пришло время, Господь уже отдает себя на их волю. И терпит эти поругания. Так и написано. Однако же божественная сила невидимо удержала их. То есть, и эта божественная сила, конечно, состояла не просто только в чуде в одном, но и в том, что люди, вдруг совесть их осознала, справедливость его учения. Что он говорит, как власть имеющая. Они так и говорили. То есть, они задумывались. Им нужно его хватать, а он им сказал, и они задумались. Действительно, они, видать, когда-то думали об этом, когда жертву приносили, когда грешили, и этот грех оставался пред Богом не раскрытый. Оставался. И все это, помните, когда он писал, сидел, и говорит, они по старшинству начали уходить, привели женщину в лододеяние задержанную, и вдруг никого не оказалось, кто побил ее камнями, хотя привели именно для этого, чтобы умереть ее. И вдруг все разошлись, почему Христос что-то писал, и толкователи говорят, наверное, он писал грехи их. И самый, который, ну, ближе всего к нему стоял, конечно, самый сановитый, и он для него прям специально писал грех этот. Ну, как бы так получается. Очень, очень правдоподобно. Рисовал. Ему было понятно, что. Ну, рисовал. Ну, может. может рисовал, знак какой, не знаю, тут не силен в этих. Но они умели писать. Там не написано, что он, что делал, как чертил, есть предположение, что он написал. Писал, да? Да. Писал, писал, Если писал, значит писал. Писал. Видимо, какой-то текст. у них не было иероглифов, достаточно было просто греха какого-то. Ну, и вот они со старшего и до чертил, они отошли. И здесь мы видим тоже, видите, они идут, и причем фарисеи остаются там, их посылают. Фарисеи там, они на месте в Синедрионе сидят, ждут, когда его тут и приведут, и осуждать. А это их слуги, доверенные лица пошли. Очень близкие к фарисеям, к партии фарисеям. Ну, там-то я вообще, о фарисеях немножко непонятно. Говорят, это партия, а сколько там людей было, никто численность не говорит. так же, как Саддукеев. Ну, Саддукеев, хотя бы посчитать можно. Сказали, что Саддукеев, это первосвященники, все, которые были. Священники входили туда. Все или нет, непонятно. и члены там их семейств. Вот так. Поэтому, их было не так много, этих Саддукеев. Ну, у них и странное было, в общем-то, отношение к Священному Писанию. То есть, они только Тору рассматривали, а все остальное, подождите, подождите, нигде это не принималось. А вот, фарисеи, и тут видите, как про них написано, про фарисеев. Они очень благоразумны. Так, фарисеи считались, себя мудрыми, читали Писание и в чудеса верили. Вот так. Но восстают против Господа. То есть, считали себя мудрыми. Они сами себя считали, но читали Писание. И верили даже в чудеса. Но так как они сами себя считали мудрыми, то поэтому чудеса, извините, как они говорили, дайте-ка мы сами разберемся. Помнишь, как слепорожденный, помните? И они обращаются к нему, он им все рассказывает, а они такие, подожди, это нет, 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 не от Бога этот человек. Начинают рассуждать. Он говорит, как ни от Бога, ничего себе. Чего вы меня тогда, говорит, расспрашивали досконально так? Чтобы мне это сказать, мне, которому он вернул зрение, нет, подождите, я думал, вы его учениками хотите сделаться, а вы, и все, и замолчал. Они сразу обиделись. Они обиделись еще, вытолкали, тут нас учишь, то есть, мудрыми, вот плохо быть, мудрецом в своих глазах, каяться надо идти, как только почувствовал это, нужно, конечно, привести все свои чувства в должное, со Христом, повиновение, совести, иначе ничего не получится. А вы это сделали из-за того, что он исцелил в субботу это? Почему они начали обвинять-то его? Что вроде в субботу он бы этого не делал. То есть, не дает Духу Божьему свободно действовать. Да, ну и про чудеса тоже. Про чудеса. То есть, эти люди отказываются от чуда, которое Господь сделал. То есть, они говорят, он сказал обучение своем, он сказал, не чудо, он какое чудо сотворил, а они до такой степени благоразумные и последовательные, вот те, которые их послали, что фарисеи, как будто их первый раз увидели, хотя они их сами посылали схватить его. А вот сами служители, вот какое у них душевное состояние было? Их послали схватить. Они идут, согласились, видимо, они понимают. Но, когда они приходят, я хотел обратить внимание на это, их спрашивают, для чего вы не привели его? Они не сказали, да народ мешал, мы боялись, что нас победили. Они так не говорят, они говорят как? Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Может быть, возможно, их коснулось слово, и они поэтому и не взяли, потому что сами им стыдно, возможно, было. Или, может быть, они приняли слово как-то? но их слово коснулось, это однозначно, потому что дальше-то фарисеи на них возмущаются. Вы чего это делали такое? Ну, коснулось тебя слово, не коснулось, ты приведи его сюда, мы тут тоже разберем, тоже хотим послушать его. Твое дело-то маленькое было, как теленок. Пожевал сенца, и с той стороны расти толстей. Но это уже как раз будет дальше, стих 47-й. Неужели и вы принестились? Это мы чуть дальше. Ну, можем, давайте дальше прочитать, почему нет. Пожалуйста, эту тему. Я думаю, тут нормально мы разобрали, если у кого-то еще есть, про Саула может что-то. Батюшка всем поклон передает. Спасибо. Они тоже сейчас идут на занятия. О! А у них идет, у них и сок идет березовый? Пока нет, он как пойдет, Володя уже здесь не будет. Между прочим, брат хотел попросить. Сока? Нет. С доставкой на дом. Заплачу за дорогу. А тебя увезти туда? Да. когда потребуется. А что там, можно будет ехать? Я не знаю, дорога будет. ну, если дорога будет. Да, если дорога будет. Если дорога будет, обязательно съездим. Обязательно съездим. Я хочу свежего береза. А там же насыпная дорога, она быстрее оттаивает. Да, там посмотрим, брат. Ну, как посмотрим. Как Бог даст. Иоанна 7, 47, 51. Может быть, на Пасху даже сели. фарисеи сказали, неужели и вы прельстились? Уверовало ли в него кто из начальников или из фарисеев? «Но этот народ невежда в законе, проклят он!» Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Ничего себе, Никодима определили проклятым. Никодим-то тоже ходил ночью. Только он не из народа, но было очень ему интересно знать, от Бога это или нет. Толкование блаженного фифилакта. Почему фарисеи обращаются к служителям не с гневом, но с кротостью? И так мягко говорят, неужели и вы соблазнились? Потому что боялись, чтобы они совсем не отдалились от них и не пристали ко Христу. Посему они говорят им очень кротко и ласково. Неужели соблазнились и вы, которые умнее прочих и всегда находитесь при нас опытных в законе? Затем стараются убедить их примером, но очень неразумно. Разве говорят, уверовал в него кто-нибудь из начальников? Ну, кто виноват? Ну, то есть, кто виноват, что из начальников не уверовал никто? Христос или те, которые не уверовали? Без сомнения, те подлежат осуждению, которые не уверовали. Народ называют проклятым за то, что он уверовал между тем, как сами из-за своей неверии и из-за препятствия прочим веровать, достойны бесчисленных проклятий. Интересно вот это, от кого? Для чего евангелист замечает о Никодиме, что он приходил к Иисусу ночью и что он один из них? Для того, чтобы обнаружить их ложь. Они сказали, что никто из начальников не уверовал в него, а он показывает, что они и в этом случае лгут. Ибо вот Никодим и начальник, и один из них же, а уверовал во Христа. Что им замечает Никодим? Он говорит, разве закон наш осуждает человека, не выслушав его прежде? Это вот то, что мы первый вопрос задали. Как, что бы они с ним сделали? Сразу убили бы? Ну и брат высказал сомнения в этом, и сказал, что скорее всего просто арестовали. Видим, что здесь это действительно так. То есть, они бы его выслушивали. И тогда все пошло совсем по-другому. Поэтому ничего этого нету. Христос на свободе. Они пришли к начальствующим, которые их послали. И начался диспут о Христе. Кстати, этот диспут приведет еще к большему ожесточению сердец, конечно, начальству. Могу добавить. Могу добавить к толкованию. Там говорится, что они с этим, который начальствующий, начали как бы кротко с ним беседовать. Ласково. Ласково, да. А это как раз говорит, о лицемерии. Яков так говорит в послании тоже. Яков, вторая глава со второго стиха. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, в одежды и бедной, в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь. А бедному скажет, ты встань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживите и вы в себе, и не становитесь ли с судьями, с худыми муслим, мыслями. То есть, о лицемерии это говорит как раз и их. То есть, с бедным-то они вон его аж прогнали, его в шерсть, типа, ты еще нас тут будешь учить. Да. А с богатым ласковым. Сим, он показывает, он показывает, что они ни законниче, не читали, ни требования его не исполняли, хотя и много мечтали о законности. Что это такое мечтали? Можно поговорить. Ибо если закон не велит никого убивать без предварительного суда, закон с большой буквы, понятно, что это ветхозаветные все законодательства, а они имели рвение к тому, не выслушав прежде, то, очевидно, они преступники закона. Сказал еще, и если не узнают, что он делает, если не узнают, что он делает, ну, то есть, это из контекста того, священного писания того места, которое мы проходим. Симон показал, что нужно выслушать не просто, но весьма внимательно, чтобы узнать, как нужно поступить, а не осуждать, так, не разузнав дело. Ну, то есть, он сказал, так как он был дружен с совестью, Никодим, он сказал все, как было. Потом Гамалию также скажет. Интересно, я вот читаю, ситуация со стороны фарисеев была какая-то непростая. С одной стороны, служители пришли от Христа, их что-то коснулось, видимо, они ласково подходят к ним. И пример приводит, уверовал ли кто из начальников или из фарисеев, ну, как бы, служителям обращаются согласно полкованию, да, вот. А тут при этом Никодим вступает в разговор. То есть, они говорят, уверовал ли кто-то из фарисеев, а тут вот как раз тут же сам фарисей Никодим, он уже ко Христу уже и ходил тайно. И получается, вот, он и, можно сказать, и уверовал. Я не знаю, насколько он уверовал, если он таился. Ну, вот я хотел, тревел. Хотел, ну, Ну, ситуация такая, что они уговаривают служителя, а тут Никодим уверовал, вдобавок, еще Никодим при этом. Для них это, возможно, было неожиданностью. Ну, тут они уже обращают к нему и говорят, а ты не из, и ты не из Галилеи, на это сказали ему, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам. То есть, все закрылось уже. То есть, разговор, видимо, уже не смог состояться дальше. Они ласково, вот ласково разговаривают, и даже, как бы, с заискиванием каким-то, по причине того, что эти служители, они имели вооружение, вот в чем дело. Они не просто были служители, они были, там была вооруженная охрана. Вот пример, если привести, советская власть победила уже, в 20-м году разгромили белогвардейцев, и 1-го ноября белогвардейцы отплыли все в Турцию, из Крыма. Все, везде установилась советская власть, кроме Дальнего Востока. И в этот самый момент, в 21-м году, поднимается Антоновское восстание. Крестьяне восстание. А как подняли восстание-то? Продразверстка была? Да, и забирали зерно, и стихийно крестьяне начали побивахом вот этих воинов, которые приехали, красноармейцы. А в этот момент арестовали их, конечно, и в этот момент, в этот Тамбов приезжает начальник милиции, Антонов, фамилия его такая. Он посмотрел на все это и видит, что, ну, беззаконие. И он возглавил восстание. Вот так. То есть, сам тот, который должен был все подавить в зародыше, возглавил восстание, которое длилось почти два года. Да, крестьяны. Была 50-тысячная армия крестьян. Освободили полностью Тамбов. Это около Москвы. Вот такие дела. То есть, все началось как бы с хорошего дела. То есть, нужно питание людям в городе. Они там производят снаряды, патроны и жизнь нужна. Поехали к крестьянам, но не договорились, начали все выгребать. Ну, и получили то, что получили. И поэтому служители, которые были в услужении этой красной большевиков, они, некоторые, понимали, что это беззаконие, совесть открывалась. Ну, а дальше без Бога, как всегда, это такой пример. И тут то же самое могло произойти. Поэтому они вот так вот заискиваются к ними. Ничего себе, а если они поднимутся против, сейчас скажут, Христос прав, ведь что дальше пойдет? Даже подумать нельзя. Но Господь нигде не призывал к революции. Как раз к вопросу, почему они не могли его сразу взять? То есть, сложность какая еще была, что внутри в обществе фарисеев был, ну, как бы я сказал, наличался раскол. То есть, служители уже, тут Никодим восстает. Ну, а те, кто имели инициативу его как раз взять, служители, возможно, они понимали о том, что, ну, как служители, тут Никодим, надо разобраться еще в своей среде, то есть, чистку какую-то провести. Ну, и поэтому, так как было разногласие, то и Христа не так было просто взять. Тут еще народ имеет какое-то мнение. Надо было все это учитывать. Поэтому нет. Ты все закончил? Ну, да, закончил. А кто и как поступил с этим восстанием? кто его остановил? А, вот так вот. Ни слова. Я плохо помню, но это не Тухачевский случайно? Ну, а как он их? Ну, как мне известно, там был применен газ. Это все, против крестьян. Против русских своих людей применить смертоносный газ. Вот теперь он попал. И его расстреляли Тухачевского Михаила. Там еще и у Боревича, они все потом пойдут. У Боревича вообще 23 года уже был генерал-армии. Ну, все они почти вся два национальности были. Долго, сейчас пишут везде. Да, заговор был против Сталина. А у Господа другая шкала. Если бы Тухачевский был, может быть, потери были бы русские, раза три меньше боевременного. Он, главное, наставил. Ты не на клонях, а на танках скорее надо готовить. Вот что, Буденова побыл, его убрали, он застрял там. Я ни за что, ни готова, просто история говорит об этом, что сеет, то и жнет. Там впервые массовые концлагеря против гражданского населения были применены с такой жестокостью, что расстреливали. поговорка, тамбургский волк, который в лесах. А люди приходят, все забирают, жен носил, это было буквально это все, когда приходят. Он даже описывает советский, он начал приставать, он говорит, ты у меня все забрал, жену не трожь, иначе я должен умереть, где же с тобой сейчас. Это красноармейцы, когда шли. Я читал, именно красная печать стояла на том, как он попросил одного там, что-то надо, он ему открыл часовой, который он его задушил, голосы долго щупал, сына вспоминал, говорит, и потом ушел. Я говорю, то, что написано. В реальности мы это никогда не узнаем, как он вышел оттуда. И остались, с новой силой вспыхнуло. Все отнимали, ничего нет, и человеку деваться некуда, нету. Сейчас вот показывают, они как там, у человека где-то там зарыто было, так вот видно, с мусором хлеб, все забирали. Все, голодомор. Люди умирают, умирают. А почему? По-другому, они это надо смирить. Почему жена у Сталина застрелила силеную? Она когда проехала, увидела это все и говорит, ну, что, он ее при людях оскорбил, назвал как непотребный. А пистолет в руках был. А кто дал брат? И теперь ее родил, он всю Сталин подобрал. Это людоед. Какое ваше отношение? Ну, какое к людоеду может быть? Никакого. Мать-то у него как была, желала, чтобы он стал священником, находатайствовал за него. А он, видишь, куда пошел. Как он может преследовать бандитов, когда сам бандит? Как он добывал все? Поэтому урки у него и ценились. Страшные испытания претерпел народ. Даже вот, когда Сталинградскую битву там окружение прорвали. Почему прорвали не венгарх, а в румын? Там они стояли, которые... А откуда началось окружение Сталинграда? Эти нации сильно отличаются. Вот здесь Котельникова. Батюшка у которого был в архиере, я его не знаю как. Ну, не Максим. Максим, которого показал. Сам, на его место был другой-то. И ночью кто-то залез и по этому, по-венгерски его убили. Как? Ударили, а потом голову подвернули позвоночник и все. А в русской, которые рядом стояли-то, вот, они это слабые вояки. Прорвали и теперь дальше пошла. тело как в окружении теперь. А теперь с ними все так будут обращаться. Из них почти никто не выйдет. Вот когда считаешь, смотришь, только одна мысль, как у Бога все известно, как точно идет. Вот. Бог долго терпит, да крепко бьет. Венгров 500 тысяч умертили. Как? Венгров 500 тысяч погибло. Убивали их, вообще не брали в плен венгров. Мадьяр. И все было бы по-другому. Вот маленько, бы не так. И все по-другому было. Сегодня такие сведения везде идут. Достают некоторые архивы, но архивы будут лежать сто лет. Через сто лет делаются открытыми где-то. Сколько? Сталин до конца не верил, что Гитлер покончил жить самоубийством. А теперь показывают, как пересадка. Последняя была у них в Испании специально построена. Такие виллы были для них. И далее, как две подводные лодки пришли в Аргентину, как они выше первого, второй уже Гитлер. женой собака блондей с ним была. И всем еще закончилось. Он где-то 73 года, кажется, прожил. Вот я ни о ком так не думал, какие переживания терпел он. Представьте, все под ногами лежало и вдруг назад, 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 назад. он второй раз на Москву не пошел. А почему? Скорее к нефтью пробраться. А я думаю, Матерь Божия защитила это все. И все это понимают. Немцам в окопах увидели образ Божией Матери. Это как было, ну, покров какой есть. Сейчас что-то мало об этом пишут. Вот когда смотришь только одно, Господи, ты знал, что даже еще не родится такой-то человек. Уже вся жизнь перед ним открыта. Представь, он мальчик был, в хоре пел, сарковным. А Сталин ну, не закончил, был семинаристом, в семинарии учился. Ну, полностью он экзамены не сдал. Его на экзамен допустили Сталина. Он матерился и курил. Вот как у Бога вот это вот все как идет. Ну, конечно, если бы был не верующий, так что, это спектакль какой-то. Бог заранее знал, в районе, что еще... Зачем же он отвалил человека? Это мысль-то такая у людей приходит. А ты склонись, скажи, Бог знал характер каждого из нас. и Бог знал, как мы сегодня из-за стола встанем. Какие разговоры? Я вот сейчас выходить только, а сбросили мне вопрос. Вопрос про это занятие. А он Ланя идет? Ну, они ее спрашивают. Аня вот спрашивает? Да-да, спрашивает про это. Я ни слова не стал говорить. Вышел и пошел. Кто-то там новый, имеет ли право вам вести до пассы занятия. Я все буду отвечать. Я скорее бежать, да и все. Что, умные там сидят? Головьи. Большие. Ну, а я... Больше не добавляют. Он готовы читать. Я не веду занятия вообще. Я просто читаю. Да мы пока обсуждаем. Прочитано. Я думаю, что кто-то договорится все-таки. Придется мне что-то сказать. Так. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 52-53 стихи. На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. И тут же 8 главу начнем. С 1 стиха по 12. Иисус же пошел на гору Ильонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И, поставивши ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть вот так восклонившись, то есть откинувшись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять наклонившись низко писал на земле. Они же услышавшись, они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши!» Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни!» Толкование блаженного Феофилакта. Когда Никодим весьма разумно обличил фарисеев, в их противозаконном распоряжении, они раздосадованы, с грубостью и даже с зверством, говорят ему, «И ты не из Галилеи ли?» Но как это идет в ответ на замечание Никодима? Он сказал, что без суда и следствия не должно обвинять человека. Без сомнения, в ответ на это им нужно было доказать, что они обвиняют Иисуса не без суда, но законно, что они и служители, послали схватить его и все делают так, как должно. А они что говорят? «И ты не из Галилеи ли?» Видишь ли, как неразумно? Видишь ли, какая непоследовательность в словах? Потом, выставляя его невежество, говорят, «Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходил пророк». То есть, ступай и научись, так как доселе не научился, что пророк из Галилеи не приходил. Говорят, так осмеивая его, как несведущего. Но о фарисеи! Что Никодим сказал? Он не сказал, что Иисус есть пророк, но сказал, что не должно убивать его без суда. Как же он сказал то, а вы отвечаете на это другое? Так как они постоянно укоряли Христа Галилею, а принимали его за одного из пророков, то он показывает им, что он не из числа пророков. «Я» говорит, «свет миру» с большой буквы «свет». Свет в собственном смысле свет непророческий. Это уже с маленькой буквы. То есть, неполный и слабый, но свет истины, не ограничивающийся пределами Галилеи или Палестины, но с большой буквы «свет» миру и владыка всех людей. «Я тот, о ком пророк сказал, я положил тебя светом язычников». Я с большой буквы «тебя» с большой буквы. Исайя, 42 глава, 6 стих. «Сим изречением можешь пользоваться и против не история». Здесь уже говорится о церковной истории. «Ибо не сказал Господь во мне свет миру, но я свет миру». Откройте, пожалуйста, неистория. Несторианство. Это второй, да? Википедия, наверное. 381 год. Да? Правильно говорю? Несторий, 381 год? А? Несторий, 381 год? Не знаю. Не могу так сказать. Это ария может точно сказать. Нет, это ария, хихи. История там, патриархом был. Ну, сейчас вот мы про неисторию. Нашли неистория? Археекистов Константинопольский в 428-431 годах. Понятно. 431 год. Это после меня уже. Википедия. Да, нормально все там. Это все правильно говорят. Сейчас прочитаем. Информация из открытых источников. Что Иисус писал на земле? А сейчас, подождите. Кто, видим, был, как человек, тот же сам был и Сын Божий, и Свет Миру. Ну, понятно, с большой буквы Сын Божий, два слова. А не так, как пустословил Несторий, будто Сын Божий обитал в простом человеке. Нет. Сын Марии и Божий, как сказано, был едино. Кто, говорит, последует за Мною, тот не будет ходить во тьме. Это из контекста Евангелия. То есть не останется в заблуждении, но освободится от заблуждения и тьмы. Сим вместе одобряет Негодима и служителей, как прямо действующих и потому во свете находящихся. И фарисеев намекает, что они находятся в заблуждении и тьме и втайне строят ковы. Ну, чисто исторически просто прочитайте о Нестории, кто он такой был, чтобы понятно было. Тут уже сказали. Что Иисус писал на песке? Вопрос. А, ну, давайте. Первый. Ну, а как ты думаешь? Подходили по одному? Почему они по одному толпой на него? Грехи их записали. Самое, мне как кажется, то, что никогда, когда еще, когда спрашивали, он писал, нет. Как раз песок у него, не асфальт был. И он писал. Первый он видит, кто подходит. Он пишет, такое-то имя его. Вспомни, 24-е числа, ты где был, у какой тамара ночевал. Вы вспомните, когда, мастер Маргарита, когда Валан говорит, сидит там один, а я вот-то-то, подкопать решил под Валанг это. А он говорит ему, а ты скажи, такого-то числа, где ты был? Буфетчику это, наверное. А она его тут же сумочкой начала отлистать, помнишь? Тразу открылась. Вот подходит такой, он его пишет, так, Борис, когда-то комната, ты сходился с телесоветой там. И он камень говорит, и отпустали камни, и пошли. Следующий подходит, он следующий из суд писает. А ты, Ваня, с кем там был? Ты с кем там ночь проводил? Это в театре было, Семплияров там был начальствующий, сидел в ложе. И сказал, да, разоблачение. Он говорит, сейчас будет вам разоблачение. Где вы были там у Елены там? Вот дома я думал, это самое подходящее. Что ты писал? Зачем писать-то? Писал грех того, кто все... Он подходил сразу, тогда его не назовут никто, он постирает и новое пишет. И этот, а кто осудил? Никто, кто, что все виновные. А они до этого события, до того, как ее взять, знали о ней? Что свой грех? Об этой женщине, об этой женщине, что она, чем занимается? Да им зачем? Сейчас о них речь идет. Так вот они ее захватили на месте. Почему именно в этот момент они ее нашли? Делали момент прерыводеяния. Вот когда люди все молились, а в это время сын князя одного привозят, тоже княжну языческую, шатер открыл, дверей-то нету. И что? И кто один встал, княз? И вошел, и копьем ударил обоих насквозь. Значит, что означает? Как он мог ударить? Значит, они лежали пачкой. Ну, пачкой, да. Вот, и он проткнул их, все. И Господь сказал, этот удар ему, испокон век, он всегда будет благословением. О! О! Как легко добиться славы Божьей этой. Один удар. Легко. Не знаю, я не убивал. Так, считал, что такое? Ну, как и не ест. Ну, Бог снял поражение-то. И Господь сказал, этот удар его, благословение на нем выводить будет. Таких вопросов мы для себя должны все-таки иметь. Вот. Я когда читал, первый раз, ну, я опытным путем подходил. Кто такой Арий? Еще ничего не знаю. Делай доводы. Я вижу, Арий правее всех был. Без откровения свыше. Вот если бы я тогда был, я думаю так, я бы не только поколебался, а за Арию, наверное, был бы. Или не история, Игнатихович? А? Вы про Арию говорите, или про не история? Потому что в это время в Константинополе было там, считать, 470, что ли, церквей. И только один домашний, который принадлежал православным. Один. Все подписались. И архиереи, и все подписались. А кто их взвинул с места, вернул обратно? Ну. Афанасий. Да. Диакон был. Он тогда говорил, можно вопрос задать? Можно еще разговаривать? Диакон. Вот. Еще у него. Да и все. Давай. Арий. А ты умрешь когда-то? Да все уже умрут, Афанасий. Так. А тебя кто будет судить? Как кто? Да Христос же. А как он может судить сам, если он человек такой же грешник? У всех глаза сразу открыт. Все. Я дезаюрую подпись. Все. Все отошли от него. Арий остался. Да арестовать его. В ссылку. Вот как бывает. Внезапно и точно удар. Один. Укол. И уже на той стороне. Вот сегодня выстроили ролик. Я не знаю, ты видел или нет. Один был. Где он? У этих. Кажется, там где-то во Франции или где был. Не чувствовали. Он работал где-то. Руку прорезал. А крупнее идет. И потом он стал проходить. Иногда в день его прокалывали. Вот такая шпага. Прокалывали. Показывает, как она шевелится. Идет к печи. Через сердце проходит. И видно дальше. И на рентген пробовали. Ну, я не знаю, что внутри движется она. Нигде. Ничего нет. И уже год в день все. Заросло сразу. Ни одной капли крови нет. Я могу скинуть там что-то. И что? А? Ну, и... Ну, и все. Теперь он выступает. Везде все так, как... Ну, которая этот... Ездил-то везде. Леон Мессинг-то. А, да, да. А у этого он себя разрешал. Везде его прокалывали. Вот так вот насквозь. С этой стороны шпага выходит во столько. И дальше движется. Видно где-то. Ну, такой чинушный. Мучученка стоит. Ясно дело, что что-то получал. Я вот ему 54 года было. Он опыт за опытом делали. Прокалывали его. Проходит, а дальше трубка идет. И через трубку пропускали воду. Ну, видно, что через внутри. В зале все видят. Может быть, гипноз был. Нет, говорит, показывает. Он перед рентгеном стоит. Все. Он не знал, кто. Кто-то сказал, что у него три ангела, которые охраняли его. И он на этом уже не останавливался. А такие люди все умирают таким образом. Вольф Мессингтон. Как? Вольф как переводится? Волк. Волк. Ну, Владимир Вольфович был такой. Немецкий. Волчий сын. Так вот. Вот. И здесь такая же история. Он решил показать еще один опыт. Проглотил иголку одну или сколько. Ему стали делать операцию. И оказалось, формула вена. Ну, его друг оставил. Через три дня пришел к ним. Он уже лежит, засох. А какой был такой человек один? Кто, может, знает. Он выступал везде. Его нельзя было нигде запереть. В ящике запрут, он все равно оттуда вылезет. Вот там сторожа стоят. Он пройдет мимо их. И как будто... Уже сказали. А? Вон. Говори. Гудини. Как? Гарри Гудини. Да. И что я вам показывал? И его кто убил? Да сам себя. Сам себя он убил. Нет. Студент. Студент. Он говорит, у меня хоть боль, я не чувствую. Я когда он лежал, отдыхал, в это время студент зашел, ни слова не говоря, кинулся. И давай молотить его. Он сказал, хватит. И сразу заболел, и сразу умер. То есть, если бы он надулся, и там его били, он там подлетает под потолок, и на него не отражалось. И наконец, все они так же. И Вольф Мессинг. Вот кого не бери, которые этим занимались, а они все без покаяния умерли. Как Ванга, покаяния не было. А Вольф Мессинг, он знал, когда умрет? А? Он о себе знал, когда умрет. Это страшное дело. Да, в другом городе, где-то в архиве хранилось завещание. Умер от сердца что-то. И уже все там было описано. Нам что это? Мы просто знаем, что нечистая сила действует. Очень сильно. Он что делал? Вот здесь сидела еврейка у нас, воина с Соломоновым. И когда она меня осадила. Я говорю, ты не поешь? Бога истина от Бога истины нет. То есть за Бога не признаю, за Мессию признаю. А вот к вам бы зашел, как говорит, вот как за Хиль, вы бы его признали за Бога? Я говорю, нет. Я был признал за пророка, за Мессию. А какой он Бог на скамейке сидит? Вот и я такая. Вот и все. А она мне утерла нас. Ну, утерла так себе. Никак по-другому нельзя было. А теперь-то столько знаний. Святые отцы, каноны. Я теперь не задумываюсь. Глаза зажмусь. Святая Троица, Отец, Сын и Святой. По-человечески. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. То есть и три стульседина. Мусульмане никак не могут понять. Ни один еще не понял, чтобы сходы так понять. Один спустя некоторое время спрашивает, как-то можно понять. Нет, и вы не понимаете. Нет, конечно. Это выше человеческого разумения. Только верой принимается. Ну, я хотел немного просуждать взаимосвязи с 6 главой, с событиями, когда Хорисея пришла. В 6 главой? Ну, вот с последними стихами. А, седьмая глава у вас. Мы сейчас седьмая, да? Восьмая. Восьмая, да, седьмой главой. Когда фарисеи и служители пришли, и они спрашивают, почему вы не могли взять его? Ну, да, да. Но они говорят, что... Сейчас я его поточнее скажу, что 46 стих пишет об этом. Написано здесь. Ты молодец, Игорь. Знаешь, почему? Почему? Городу не трогаешь. У тебя борода даже немножко похожа на одного американца, которым стал. Стал православным. Как его звали? Он книги писал даже. Джью Джен Роуз. Да. Серафим. Ну, я не обиделся, конечно. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Я думаю, что вот... Сейчас. Не смогли они его... То есть авторитет Христа был настолько велик, что не смогли его взять. А тут они, наверное, решили с другой стороны подойти. То есть его... Вот сейчас мы приведем эту блудницу, а Христос сейчас возьмет что-нибудь, да скажет. И тогда народ хоть с одной стороны понимает, что это по закону, но жалко же все равно. А ты ведь вот такой. И вот получается, если бы он допустил им казнить эту женщину, что он на народ бы о нем подумал? Как бы отнесся? Ну, я думаю, вот мое мнение такое, что все-таки бы немножечко бы поскорбел бы, что все равно жалко было бы этого человека. Как так побили камнями. И... А Господь как выходит из положения? То есть вы, если говорите о праведности, то есть если вы ратуете о святости и о исполнении закона, то вы-то сами закон исполняете или нет? И вот как раз написание на песке, ну, версия о том, что Господь писал имена или грехи тех людей, которые подошли к нему, мне говорит о том, что доказывает тот факт, что если вы хотите, да, справедливости, то вы себя прежде всего тогда накажите. А потом уже и эту женщину. Ну, а так как они, видимо, понимали, и совесть об этом им говорила, что они сами не без греха, то и отходят они от этой женщины. Они уже не могли, у них не было такого основания ее казнить. Ну и все, и дело развалилось. Их надо было тоже казнить. Дело развалилось, да. И ничего не сделали. И опять Господь на высоте. Аминь. У нас должны быть те же чувствования, что мы здесь. Ричард Вумбранд вы сегодня говорили. Ричард Вумбранд. Вумбранд. Вумбранд или Вумбранд? Вумбранд. 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 Вот так. Вумбранд. А он при чем тут? Я не знаю. Сейчас молимся. Достойно есть я сама истинно, положитеся к Богородицу, близно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Игнатий Иванович, руководитель. Илья, помолись Господи. Господи, благодарим Тебя за наше занятие, которое позволяешь проводить. За тихое мирное время благодарим Тебя. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Игнатий Иванович, я так и не понял, вы меня похвалили или облечили? Нет. Вы как-то так похвалили, что вот ощущение, что вы меня облечили? Нет, наоборот, не прикасаетесь. У тебя подлиннее все. Я думаю, волосинки не трогаешь. Как у епископа. Я тоже был здесь, я знаю, какие были. Щапли.